Мобильным комплекс называют прежде всего потому, что его можно мобильно и оперативно передвигать без специального транспорта к месту пожара. Прицеп укомплектован необходимым пожарно-техническим оборудованием и комплектами боевой пожарной одежды. Прицеп даст очень многое, потому как в нем содержатся такие приспособления, которые помогут при тушении ландшафтных пожаров и спокойнее будет жителям. Добровольная пожарная охрана каждого района – это энтузиасты, которые приходят на помощь службам экстренного реагирования по собственной инициативе. На сегодняшний день в реестре добровольных пожарных районов Тацинского филиала Ростовской области зарегистрировано порядка 87 человек. При обнаружении очага возгорания первые, кто приходит на помощь – это, конечно же, главы администрации поселения. Эффективную работу района в области отметили прежде всего техническим оснащением. Такое серьезное и на высоком уровне взаимодействие с нашей депостатистной организацией, Всероссийским добровольным пожарным обществом Тацинского района, которое находится здесь. И это заслуга именно ваша совместная, что мы сегодня имеем возможность передать такой прицеп, полученный именно из Москвы. За 10 месяцев 2020 года в Тацинском районе произошло 74 возгорания сухой растительности. Очаги были быстро локализованы с помощью отрядов добровольцев. Так сложена уже наша работа, что без добровольцев мы практически не участвуем ни в тушении ни одного пожара. То есть участвуем всегда с добровольцами. Это показали и крупные ландшафтные пожары в этом году, как лесные, так и природные. Всегда нам на помощь приходят фермеры. Фермеров Александра Шаповалова и Сергея Зайцева наградили благодарностью департамента за оказанную помощь при тушении пожаров. Благодарственные письма областного отделения Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество также вручили членам добровольных пожарных дружин.